Доклад Римский клуб В том числе даже астрофизиков И всех остальных, которые говорили О некой концепции Ресурсного голода человечества Ресурсный голод человечества Эта концепция Восходит к Мальтусу Мальтус в свое время говорил, что Развитие человечества Ограничено некоторыми внешними параметрами В первую очередь в его времена Было очень актуально, что Освещали свои хижины и свои дома Люди же китом жили Теперь же скоро кончится И прогресс остановится Столько нам на это уже страшно Страшно смешно смотреть, потому что мы понимаем Что человечество, что другие способы Освещать свое жилье А там же проблема, расселение растет экспоненциально И это тоже А пища растет Это тоже самое Тоже ресурсная ситуация Что ресурсами ты ограничен Население растет экспоненциально Скажем, а площадь пахотных землей Оно растет у тебя Даже никак не растет Никак не растет И поэтому у тебя время от времени Должны быть войны, эпидемии Что из бюджетных населения должны умирать Вот это такая моя профессиональная концепция И Рюркий клуб В 70-х годах XX века Эту вещь воскресил И сказал, что у нас есть естественные ограничения нашего роста Но в первую очередь потому, что Экономия современная экономика Экономика нефти А все это дело развивалось на фоне знаменитого нефтиного кризиса И тогда Нефть Поставит определенную планку Ограничения для всего роста Для всей мировой экономики Ну нефти же в конце концов ограниченное количество Отсюда стратегия Не нужно быстрое развитие Мы должны экономить, экономить, экономить И попытаться перейти к другим источникам Альтернативной энергетики Под этой парадигмой По большому счету Под этой парадигмой заложенной Римским клубом В настоящий момент Скажем так Похоже, что Европа не развивалась То есть даже не развивалась Это привело к большому количеству определенного рода проблем Но Мы с вами Один раз этот вопрос уже обсуждали И выяснили на удивление Что никакого Например, продовольственного кризиса Миру не грозит Наоборот Мы находимся в ситуации Скрытого кризиса Перепроизводства И в ближайшее время Будет положаться То, что Производство всевозможной пищи То есть зерна, например Он будет расти экспоненциально В связи с знаменитой Зеленой революцией И проблема Зеленая революция Зеленая революция 40-50 лет назад В течение последних Произошло то, что У тебя резко выросла Уважаемость культуры За счет использования Определенного рода Пестицидов За счет использования Геноматизирования За счет других технологий Ну, например Такая Аграрная Известная страна Как Казахстан Вот у них В отдельных районах В областях То есть, когда собирают 11 центнеров с гектара Они говорят Что это Большое счастье Обычно собирают 3-4 даже Часто Центнеров с гектара В прошлом году Во Франции был неурожай 63 центнеров с гектара Это неурожай французский Вот То есть у тебя Получилось, что Когда В начале 20-го века Урожай 20 центнеров с гектаром Пшеницы Это сам Чуразиум считался Великолепным показателем То теперь 70 Нормально А те образцы пшеницы Которые испытывают Эти технологии Будут дарать 180-200 Это будет Через 10 Через 20 Тогда ты встаешь Пред проблемой У тебя очень маленькое количество земли Очень малое количество народу Которые ее обрабатывают В состоянии кормить его Растущим населением В Голландии В Голландии В Голландии Производители картошки Экспортер картошки Там Минимум земель Но там Есть же другой Отходы Жизнедеятельности Человек Не будут успевать Перерабатываться Нет Другой вопрос Здесь ничего Ничего не возникает Раз такая дикая урожайность Такая огромная масса Такая Получается Так А земля-то должна вся истощиться Просто Здесь по дорогам Ну вот так А что она будет истощаться Потому что есть Немецкие нации Немецкие нации Были нужны Новые территории В первую очередь Нового населения Новые пахотные земли Но это казалось не нужно Совершенно Почему? Потому что Появились Удобрения Именно тогда Активные Они на промышленность Были поставили Они стали очень дешевыми Удалось Уже имеющихся Земель В той же Германии Собрать Такое количество Урожая Парадокс состоит Что раньше Европейские страны Сельское хозяйство Было уделом Отсталок стран А индустриальное Было промышленное производство А сейчас все Высокоразвитые страны Они на самом деле Не возят в среднем А вывозят его Возят его В промышленность Перешла Ну быть может Быть может Ну и промышленность По-прежнему Все ведущие промышленные страны Это кроме Китая Это высокоразвитые Там Америка На четвертом месте На третьем месте Япония На четвертом месте Германия На пятом Франция Вот все промышленные Свердежавы Которые находятся По-прежнему там Очень много осталось Но очень важно понимать Что мы оказались в ситуации Перепроизводства Украины Крупнейшие агро державе мира Героевого гегемония В США Производится такое количество Кукурузы Если бы не было биотанола И всякое Туда бы она не сливалась То миру Грозилась жесточайшая Производство Если бы ее Нельзя было сжигать В трубках машины То есть вот Такова ситуация Но Говорим мы Для всего этого нужна Энергия Атомная энергия Газ Нефть Мы посмотрели на Атомную энергию И поняли Что Что По крайней мере Сейчас она не особо важна До тогда Но мы поняли Что она По 238 Улану Практически Практически В мире Находится Присконечное количество Производство Так называемый Сланцевый газ Знаешь чем Сланцевый газ Отличает от обычного Это один и тот же газ На самом деле Обычный газ Он находится В песчаных породах Ты ворхнул туда трубку И он за всех мест Туда потек Потек А сланец Он как бы Находится на длине Поэтому ты ворхнул Трубку Он там рядом Чуть вылечит И все Тебе надо А они вот устроили Разрыва полосна Разрывают Водой Разрывают Дерочку Разрывают Песок Специальный И тогда Газ у них Из всех этих щелей Туда Трубочку Вот такая вот технология Они совершили этот подвиг По большому счету И полгода назад Когда я читал Предыдущий доклад У них цена была 100 долларов за Тысячу кубов В Штатах Сейчас уже два раза больше опять Но в этом Гораздо ниже чем В России Газпром В Европе в среднем Продает по сегодняшний день По 380 Ну там Чуть ли не по 500 Но в Украине То есть вот такова ситуация То есть Газ Пристал быть Ресурсным ограничителем А сланского газа Сто раз больше чем обычно Потому что Это он везде Теперь объяснялся И он Газ перестал Я говорил Что у нас тогда Два сильнейших Ограничения получаются Только в духе Римского обла Это 235-ый уран Который в тепловых Атомных электростанциях существует И второе Это как называемая нефть И сейчас Я с интересом Смотрю И вижу Что Американцы По большому счету Решена И нефтяная проблема А решена она Следующим образом Известно что Очень много Примерно в 3 раза больше Чем обычной Жидкой В мире Находится Битум А битум Те же молекулы Что образуют Нефть Газы Длинные Тяжелые Твердые 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 И ты при помощи Определенной технологии После картинирования сухого Ты можешь его развалить На маленькие кусочки И эти кусочки Будут подобны нефти Из него делать гнать бензин Допустим То есть вот Это такая технология Они этим занимались активно С 2006 года И на следующий момент Я вижу Очень странную Вещь Я вижу что они в это дело Вложили Порядка 140 миллиардов рублей На 40 миллиардов рублей Долларов И количество Вложенных денег В это дело Падает Это означает Что они довели Уже все свои Месторождения А они все находятся в Канаде До уровня промышленного устройства И По проектам Я вам хочу сказать Что Американцы На следующий момент Возят В день Четыре с половиной Миллиона баррелей нефти Так вот Эти Значит К двадцатому году Вот эти месторождения Бетонной нефти Дадут Где-то Алименты Трех с половиной Это означает Что Америка Перестает быть Нефтяной Зависящей Становой И как с газом Произошло Точно так же Эта мебель Будет постепенно Попадать на внешний рынок К чему я это рассказываю Казалось бы Это все Печально Только для нефти Отбывающих стран В первую очередь России Это означает Что конец Нашего высокого уровня жизни Он близок Двенадцатый, пятнадцатый И как минимум Двадцатый год Потому что к тринадцатому году Уже будет очень много Добывать в Канаде Нефти из Питума Казалось бы Кого волнует судьба России? Да никого не волнует Как ни странно Россия к этому даже не готовится К этому очень подготовились Страны персидского завела А что они сделали? А они пословили у себя Большое количество Комбинатов Нефтехимии Ну там Саудиты За десять лет Десять раз нарастили их мощности Это что означает? Что они все Пластмассу Аммиак Все то что Они производят из нефти То есть Эта нефтехимия Они могут производить Вот из своей нефти Вот ее И ее уже продавать А не продавать И что называется Сырой нефти бензин Наши в этом направлении Не движутся Совершенно Время от времени Появлялись даже такие События Что содержание Нефтеперерабатывающих Заводов Для нашей экономики Вредно Почти бензин Аппаратно покупать С запада Ну почему то считается Что так Что так у нас устроено Что у нас столько осталось И так плохо Все перерабатывают Эту нефть Что лучше Лучше продавать туда Сырую нефть И закрыть Оттуда гнать И бензин обратно Оттуда вести То есть вот такая вот вещь Мне стоит делать Но я не об этом Рассказываю господа Я в очередной раз Предлагаю Воследие с Соединенными Штатами Америки И видим что две Важнейших И собственных зависимости Которые у нас Существовали в мире Они настоящие Благополучные Благодаря технологии Благодаря технологии Получение Сланцевого газа В зависимости от газа И благодаря технологии Получения Битунной нефти От нефти Есть и третья Вы все Может быть знаете Что последний Типовый реактор Ядерный В Америке был построен В 1978 году И вот сейчас Они строят опять Новый реактор Что там будет Похоже что они Собираются снять И последние Ограничения Ресурсные Очень похоже на то Что они в этом направлении Двигаются Спрашивают А не удалось Построить В Америке Инновационную машину Что такое Инновационная машинка А машинка Когда отстает Какая-то Значка То ее на некой Помышленной Условиях Технологии Решаешь И в самом деле Мы задумываемся Что Силиконовая долина Она была успешна Только в одной В Америке И нигде больше Только там Были многочисленные Попытки Во Франции В Финляндии В Индонезии В Малайзии В Южной Корее Скопировать И это скопировать Нигде не получилось Хотя они делают То же самое Это мне очень напоминает Историю наших Солдат Которые служили в Монголии Они К ним приходят Монголу Потомок Славного народа Чингисхана И говорит Значит Видит что у них Казань тепло Батарея Ух ты Говорит я такую же хочу Ну Солдат взял Скрутил батарею И продал И монгол пошел Сидит такой Довольный И установил Эту батарею Волгополучно остыло И тепло не дает Но это преувеличение Потому что Здесь на самом деле Разговор идет о долларе О том как Америка Умудрилась Утюхать всем Свой Бесценный Довар На самом деле У них есть Безграничные Возможности Капиталовложения У нас Таких возможностей нет Это на самом деле Выделено Только конкретно Америке В принципе Ну то есть Ты хочешь сказать Силиконовая долина Это не может повториться Потому что Денег не инфланции И Южной Кореи Денег не хватает То есть Они все построили Там Хомпусы Университеты Пригласили А машинка не работает Паяльная лампа Нету для батареи Дело не в паяльной лампе Я говорю Дело как раз в этом Требуется Капитальное вложение Огромное вложение Во все Понимаешь Никакая технология Не работает Сама по себе Она работает В неком окружении В неком контексте Требуется именно Этот контекст отстроить Волю удается отстроить Это и университеты Понимаешь И как бы Привлекательность Для людей Работы в этом секторе И многое многое Требуется Политическая воля Нет Подожди Про политическую волю Политическая воля будет Если есть возможности Вот например у нас Сейчас строят скопы А спрашивается А при чем здесь Ломентий Павлович Ну теперь я В закладе Нет У нас В стране пытаются Сколково строить Это Политическую волю Сколково Смешно Вообще смешно По идее Есть политическая воля Пожалуйста Построить сколково Но она ничего не дает С точки зрения У всех технопарков Попытаться Инновационную машинку У себя построить У них просто бабла не хватило Да Если бы не было больше бабла Не больше В смысле Больше Плюс-минус На самом деле У Америки существует Безграничный резерв Безграничный Мне кажется Вы сейчас говорите Об одном и том же Вот Та система Центрального отопления От которой Отключили батарею Это и есть Безграничное количество бабла Но он считает Что это бабла Да Не только бабла Но мы сейчас Приходим к чему Игорь говорит О том что Получается что они Пытаются Греть свою батарею Поездной лампой Но она Все таки не может Так много греть Как система Центрального отопления Они С виду скопировали Батарею На батарею Похоже Похоже У меня Вопрос состоит в том Что я понимаю Что это инновационная машинка Если вы со мной конечно Согласитесь Что вот эти примеры Как раз С бетонной нефтью И с ланцевым газом Это не примеры частные А то что там Это инновационная машинка Которая на промышленной основе На конвейере Фигачит Эминолации Если вы со мной Согласитесь Может быть Я просто пример Привести с деньгами Потому что вы почему-то Думаете что это Количественный фактор Вот это как раз Тот фактор Вот есть некий Уровень Уложений Который нужно преодолеть Для того чтобы подняться На другой уровень Да Это есть каково Есть некий барьер Как бы Ты можешь Вкладывать в социальный барьер Пока барьер не перешагнешь На самом деле Вложения не будут Никакой отдачи давать Вот они этот барьер Благодаря Огромному вложению денег И во все В инфраструктуру Как бы В институты Как бы В саму деятельность На инновационную В том числе Возможность ее применения В военную промышленность Которая всегда обеспечивает Многие инновации Да Чтобы обеспечить много заказов Они все это сделали Этот барьер преодолели И они находятся В уровне роста Остальные просто не дотянулись Просто Деньги должны Колоссальные Допустим Чтобы долететь Надо было еще Вложить 100 миллиардов Для того чтобы Включить людей Для того чтобы Технологии были достигнуты Определенные Которые вложены в этот марсоход И так далее То есть Мы видим только Вершину айсберга А под ним еще Огромная структура Которая на все это работает Мы же тоже пытались Послать что-то там На морс какой-то там Аппарат Ну и что в итоге Что послали Это железяка Где-то утонула Понимаешь Понятно Ты позицию эту высказал Значит Смотрите Что очень интересно С другой стороны Очевидно Что в нашей стране Пора инновационная машинка Такая работала Речь шла В сороковых-пятьдесятых годах И связанная с гением Ваврентия Павловича Берия Она эта штука работала После того как В 1953 году Ориентировочной Круппы партийных чиновников Ухитрилась Группа технократов Разгромить И даже в общем все Свои преступления На этого же Берию Своить По большому счету Эта машинка Еще как-то работала Но к семидесятых годам Она практически Полностью встала К концу семидесятых И умерла Но тем не менее Совершенно другими ресурсами Как-то это удалось Как-то удалось Как-то удалось Как-то это удалось Сделать И почему-то Она после этого Перестала работать Это непонятно чего Значит И мы этот вопрос Сможем Попытаемся Проанализировать То есть у меня Для общего обсуждения Вставляется на несколько Вопросов Первое Является ли То что происходит В Америке Такой инновационной Машинкой Или это случайные Растяжения В улучшенных отраслях Ну как было На протяжении Всего развития Индустриальной эпохи Второе Значит Как эту машинку Можно сломать А почему она Не является Я не понимаю Почему здесь Возникает проблема Если она фактически Работает и выдаёт Ну потому что В остальных странах Её нет больше Я же объяснил почему Может такое объяснить Быть может Нетай Фрусбайер Невозможно преодолеваться Тут другой вопрос Почему ты ставишь Такие вопросы Да Значит Почему ты ставишь Такие вопросы Второй очень важный вопрос Какая технология Можно ли её сломать Вот как мы можем со страны Сломать Америку Инновационную машинку Или это тоже опять невозможно А зачем это нужно Я с тобой согласен Вообще Нет Инновационная машинка Это же стяжение всего человечества Нет Давай всё-таки говорить о том Что это нужно Потому что это же вопрос Конкуренции В том числе И внутривидовой Да И третий вопрос Связанный с этим Мы сможем Каким образом Мы можем построить Такую машинку У нас в стране Что мы для этого Должны сделать Чтобы не употребляться Монгол с батареей Или тем же корейцем С их технопарками Мне кажется Вопрос можно по-другому поставить Что вынуждены Чем Чем Они вынуждены делиться С нами Чтобы их машинка работала Да Они должны с нами делиться Они не вынуждены Они просто Они чтобы на этом Не соглашали деньги Они будут делиться с нами Ну они вынуждены Получается что Они вынуждены делиться На технологии Искусственных суставов На лекарствах На всех основных Отсюда Какой Что Сейчас Четыре Алек Мы еще продолжаем Тут Скоро уже закончится Просто я предлагаю В связи с этим Поделиться Как можно на команды Забрать Некоторую группу Которая Попытается Американскую машинку У нас Почему мы сразу Не можем Подожди Мне кажется Если кто-то Создал машинку То Мы Русские Паразитировать Должны На этой машинке Понимаешь Вот это Будет по-русски Они Дураки работают А мы Получаем Вот это По-русски Так не будет Давайте так Обсуждать Сначала Есть два способа Есть способ Древний Простой Прийти Удали Тяжелым И сломать Кость киноматик Кость киноматик Машинка Сломалась Это неинтересно Послать Бландировщику И все Понятно Что будет дальше Нет Ну там Диверсии Непонятно Где она Находится Может сломать Если Ковровыми Бландировками Заравнять Ну ладно Подождите Это Стандартные Все цивилизационные Проблемы Решались Так Развязывалась Война И война Все решала Разрушала Приводила Баланс Равенство В нищете И потом Каждый Насколько он мог Вырастал И возникало Новое соперничество Это первый случай Но этот случай Понятное дело Что мы его Как бы отметаем Потому что он Не глупый Все таки Как правильно Стас сказал Что Эта машинка Является Достоин всего Человеческая Да Такие войны Кто-то сказал Ты сказал Ну не важно Кто сказал Это ведь все таки Так И все таки Несмотря на то Что эта машинка Сделана Чтобы обеспечить их самих Она работает на всех Ну так уж По факту получается Невозможно в нашем мире На самом деле Что-то двумя руками Вести На самом деле И не делиться Так не получится Это раз А как можно Мне кажется По-другому По-умному Можно было бы предложить Альтернативный проект Придумать какую-нибудь Другую машинку свою Ну вот Насколько Ну я По моим понятиям Как бы Ответь тебе вопрос Нет почему Нет Как Как Противопоставить их машинке Это сделать свою машинку Тогда будет одна машинка Противопоставлена другой Да Знаете Есть такой белый фильм Кроенов Там Где же ты брат Он называется Что там Глава Одному из главных героев Мэр Значит Губернатору Какого-то штата Угрожает некий претендент Который сюда ходит Его Забрала чай И у него В компании С ним вступает Один маленький карлик Тогда ему спрашивают А что мне надо сделать В ситуации А ему предлагают А ты заведи собственного карлика Еще меньше Это то же самое Нет Вопрос тебе Ну как конкуренция происходит Звести свою машину Понятно Надо встать на их уровень Конкурировать можно только на том же уровне А мы должны как бы Какую можно другую альтернативу сделать Мы сами можем ее создать То есть против лома нет приема Если нет другого лома Что ты хочешь нам сейчас Ну Да я от вас ответ хочу получить У нас смысл семинар это А Понял Так мы посмотрим в другой Возвращение Каких машин Как мы говорим На нашей стране В 10 лет Сыпался золотой дождь Мы могли бы реформировать свою экономику Мы могли бы Создать Как бы Супер научную базу Супер технологии Не могли Как это не может Потому что супер технологии Супер научная база Это не только институты Люди И как бы проекты Это еще как бы все окружение У нас Надо было тогда всю страну перестраивать Почему У нас Надо строить дороги Строить как бы Перестраивать политическое Хотя бы Все надо делать Хотя бы Достижить Ну Посудовская ради Великолепные дороги Но мы с инвестиционной машинкой у них не работали Что мы сделали? Ничего Понимаешь Это является необходимым условием Недостаточно Правительство США Так сказать Четко знает свои цели Кто владеет технологиями Тот проект мир Ой Именно тогда наступило Сколько они строили Как бы Свою экономику Своего государства Для того чтобы достигнуть Можьи этого понимания На Цель Нашего правительства Нет цели Поднять Россию На мировой уровень Переводчик Политическую плоскость А вопрос идет Как раз Технический Понимаешь О чем идет речь У корейцев такая Согласить Что у южно-корейцев Такая цель была У французов такая была Не подняли нифига У китайцев Должны не подняли В общем-то Зачем играть Ну только Китайцы на самом деле Сталом могут только копировать Да Нет Вот Той же самый копировать Чему это все кончилось Они там кое-что сделали Например Они построили свой корейский Ядерный реактор То есть Повторили Они не создали иного А смогли повторить Вещи Которые до этого возникли Не забывай Америка Она как магнит Тебе притягивает Все умы А почему Я же объясняю Почему Не-не А я же объясняю Почему Для этого нужно было Отстроить страну Понимаешь Отстроить во всех отношениях Не бывает Машинка эта не работает вне контекста Я об этом и говорил Когда говорил про контекст Что Недостаточно создать только институты Недостаточно научную базу создать Нужно создать страну Понимаешь Такая машинка может работать В конкретной стране Которая отстроена Определённым образом То есть в эту страну Горжено Огромное количество денег Просто там Вояра Вообще дело не только в деньгах И история помогла Понимаешь Европа твоя Две мировые войны Там прошла Они только И это тоже конечно Не без этого А это просто вопрос того Как они деньги здесь заработали Это ж другой разговор К ним перешла инициатива Вот это вот Ну это очень здоровая Наверное Такая страна как Япония Институционной машинки нет Не работает Ну Ещё Это 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 с одной стороны Вот как бы Я предлагал два варианта Но на самом деле Есть конечно же Какой нибудь Есть хитрый вариант А у этого А Презираем Мы Учажаемые символы Наверняки Павлович Берия Фактически построил При всём при этом А в чём Где Во времена Берия Где Проявление этой машины Ну атомные реакторы И что А чего Мало что ли Атомные реакторы Выход в космос Нет Выход в космос Нет Как ты Сейчас Он Отрой зашёл во времена Хрущёва Ты говоришь Ты конечно сразу скажешь Да Это Мол Всю подготовку Так Можно рассуждать И так Что Все успехи Науки Сталинских времён Опираются На успехи науки Скажем Начало 20 века Ну это можно Но Все Существа понимают На самом деле Что выход Через несколько лет После Расстрела Берии Человека в космос По большому счёту Заслуга Вот той самой Индустрии Которую Берия возглавлял Это все понимают Сейчас все понимают Что Разглённые Двадцатью Этими Веками Этой Двадцатью Двадцатью Годами Гражданской войны И Ликвидации Негравов Это заслуга Сталинизма А не заслуга Царя Который Извини меня Там Кадры Кадры Очень многие Вы себя обсуждаете локально Ну ладно Хорошо Не будем дать Вова Как это всё локально что-то Проверю я хочу скоростно сказать Что я это на самом деле Шанс есть Типа машинку сломать Или построить свою У нас? Да Нет У меня тоже так кажется Вова Кажется это чекаться Не знаю я как-то такими категориями не мысли Мне кажется что Какой смысл Ломать машинку В России как-то Такой ушлый народ Они же вот смотри там Американцы создали что-нибудь Наши Сперли Да И делают то же самое И как-то вот Ну как-то мы В это время В чём это отличается Наши ангелеты Итальцы И от других народов Виндус Ставят Ну да Так-то нет Ну что только они не придумают Мы всё терим Итальцы ещё терят Ещё сильнее Мы что-то пытаемся Своё создавать Но мы уже начинаем Кирпалом отставать Пытаемся их Вместе с Канали Будут От нефти Независимо от внешних постановок Ну и Очень много России очень много поймёт в этом мире Тогда Вынуждены будет понимать Ну реально Там другая угроза на самом деле Вы наверное не отслеживаете эту вещь Но у меня есть один парень Который так политологом работал Он меня на эту мысль натолкнул И он это объясняет А реально Я смотрю там Дискавери Были там передачи про американское оружие Реально Сейчас Неядерные формы вооружения Америки Настолько продвинулись вперёд Что мы не успеем пикнуть Как они нас могут захватить И им вообще-то вот эти вот Ну и типа ядерное оружие Ты же объяснял Что сейчас в территории Знает значение такого Не играет На самом деле Я думаю Аркадий Эти рассказы про оружие Это страшилки Так сказать всё Вот у меня есть один знакомый Он служил ещё на Северном флоте Офицером В 80-е годы Им показывали Такой фильм Называется Что-то по-моему Оружие над Оружие стран над Они говорят после фильма Вышли как оплёванные там Совершенно А там показывали вещи Совершенно безумные Да Как танки лазером Там сбивают самолёт То есть Ну Правильно Я не знаю Кем и для чего Это было создано Но это явная туфта Как бы Такая туфта Ещё Циркулирует Программа СОИ Всё это Теоретически Не отклоняться На какие-то частности Поставлены Программа Я обращаю тебе внимание Ты всё время нас пытаешься Вернуть в русло Пытайся Регулировать одной Другой фразой Давайте В частности Ну Потому что Мы же на семьяре Пытаемся конкретную проблему обсудить Конкретная Проблема И есть частность Нет Ну так нет Ну как нет Про инновационную машинку Это частность Для того Чтобы конкурировать с Америкой Нужно Ответ Как бы Как это называется Там Нелинейный Тоже был ответ Да Несимметричный Несимметричный Я говорил о том Что можно как сделать Можно там войну там организовать А можно как бы Просто построить свою Инновационную машинку Это было бы симметрично А можно создавать Такие технологии Которые будут Разрушать базовые Технологии в Америке Нет А базовые технологии В Америке Можно разрушить только Экономическими технологиями Экономическими Технологиями Например Отказаться от денег Почему сразу У вас мысль Работать на разрушение Почему раз на разрушение Мысль должна работать На созидание Но надо созидать просто то Так нет Что значит разрушать Разрушать Вот я тебе Можно привести пример Как это делается Вот у меня современная Эта штука Вся экономика Весь минут Построена автомобиль Шоссе Автомобиль Теперь Представляете Простую вещь Значит Мы расстроим Двигатель На каком-то другом Принципе Физическом Может быть На полгом Может тоже Внутреннего сгорания Но он будет В десять раз мощнее В десять раз Фантастика Еще пригласили Индопланетян Они нам тут все устраивают Подожди Но это была точно такая же фантастика Когда у тебя появился двигатель Внутреннего сгорания По сравнению с паровозом Ты полагаешь Как говоришь На Россию Положишься на Божий А вот Божий Нам даст Ума Так сказать И возможности Для того Чтоб создать двигатель Десять раз Что-то там мощнее Но это всегда так И до этого У нас Инновационная машинка Будет состоять то Что все в церковь молиться Да Именно так Да Подождите Сейчас Ты чего хочешь объяснить Да Потому что он пытается Ты пытаешься Как бы все равно Линейно поступить То есть надо создать Нечто как бы такое А твое предложение Ну лучше Ну лучше Нет 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 Качественно Мы создадим лучше Качественно Не так не так Что у тебя происходит Нет Тогда смотри То о чем говорит Булат Тогда надо действовать по-другому Тогда мы двигатель создаем А мы Зачем нам нужны Двигательные машины Да А это не машине он Нужен Если он тебе будет Легче Двигательные машины Зачем нам машина нужна Чтобы передвигаться С места на место Вот А мы с вами построим Такую модель взаимодействия Что передвигаться С места на место Будет не нужно Нет А я тебе говорю Вот это будет пипец Для Америки Нам вообще не нужны Будут двигатели Никакие Даже если они в 10 раз Легче будут Мы скажем На хрена Нам это надо Оказывается Ситуация Такой движок Появился Да Такой движок Появился Этот движок Можно поставить на конвертоплан И дороги тебе будут не нужны Ты будешь С точки А С точки Б Мы с тобой здесь Включаем виртуальную реальность И оказываемся В той точке планеты Которые надо С полным набором очевидцев Это чисто по-российски Пойди Вначале Божьей Не помолиться Чтобы так случилось Постали Ладно Хорошо Теперь ты Ваня Мой Или нет Амазон Надо сделать В чем состоит Основная проблема Наше общество И вообще любое общество Что люди разобщены Каждый Что очень много тратится Как бы вот Затрат На согласование Взаимодействия То есть Надо Для того чтобы Все эти затраты Свести к нулю Надо попытаться Как-то разумно Организовать общество Разумно Не на основе счастливой конкуренции А на какой-то другой основе У нас Это конечно Она была идея Как бы своего рода социализма Но социализма Не вот дебильного Который построен По каким-то шаблонам Придуманным Каким-то там Максом Какими-то другими Умниками А на самом деле Социализма Который Понят правильным Как вот Именно разумного Который опирался На человеческую природу С одной стороны А с другой стороны Опирался на реальность Как бы Попытаться Как бы вот Согласовать Если мы построим Такой организм Государство единое Где каждый отдельный человек Будет встроен В некую систему И будет Вы Прочипован Не Прочипован Это твоя добавка А моя добавка состоит в том Что вот такой организм Будет выдавать на гора Такие вещи Которые просто Немыслимы В современном обществе В котором существует Каждый Каждый отдельный индивид Работает только Чтобы обеспечить Самого себя Он участвует Он участвует Вот в этом научном Прогрессии Только потому Что на самом деле Ему нужно обеспечить Свою семью и самого себя То есть ему на самом деле На все это Как правило Даже наплевать На всю эту науку На все эти достижения Он просто участвует Как бы в общем движении Каком-то Конкуренции Для того чтобы обеспечить Самого себя Да А тут Это не утопическая идея Это вполне реальная идея Предложи сначала Определенному Кругу Оставить свою власть Не подожди 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 Это утопическая идея Надо сначала Высказать идею А потом уже Против нее возражать Что-то утопическая идея Во-первых у нас социализм уже был Другое дело что Просто придурки его двигали Да И двигали по шаблонам придурочным Да Нельзя человека втиснуть В какие-то рамки И сказать Вот это вот правильно А вот это вот неправильно Нельзя было на самом деле Например Рушить религию И там Обращать все Очень много усилий людей На то чтобы там Распрощаться со своим прошлым Да Потому что разрушая религию Фактически люди должны были Отказаться от своих Дедов А там нельзя Прадедов От своих потомов И много что делалось не так А людей просто откалечили Предки Предки Ну это просто Я это Одно из возражений Но возражений таких К тому социализму Который устроился очень много Но вот это та самая машинка Человеческая Не просто машинка какая-то Которая состоит Там непонятно что Зачем эта машинка Там у них работает Чтобы что Чтобы над всем миром Как бы В итоге как бы Из всего мира соки сосать Да И самим находиться на вершине Да Они же строят пирамиду На которой они Будут править миром А все остальные Будут на периферии Как-то там Чуть-чуть там какие-то объекты Получают То есть они на самом деле Как изначально строили Эту пирамиду На индивидуализме Да Какие-то отдельные индивиды В силу каких-то Случайных обстоятельств Наверху сидят Да Все остальные вот там Это подминаем и подминаем и подминаем Естественно сейчас получается так Что они поняли Что в своей стране надо как бы Бросать крохи своему насилению Получается что Поднимается верх не просто Отдельные личности А вся пирамида как бы В виде как целого государства Соединенные Штаты Сейчас наверху стоят А все остальные государства Там находятся В каком-то подчинении Каком-то там порабощении А правильно то Такому не линейный Единственный ответ Не линейный состоит то Чтобы общество организовать По-другому Если Ведь вспомните Когда произошла революция Из Франции Из Америки Из многих государств мира К нам потянулись люди Которые поверили На самом деле Что действительно можно Построить государство На разумных основаниях Да Человек будет Самое главное Что такое существует В мире Что все ради человека Многие приехали Но потом они разочаровались Поняли что До власти дорвались Рвачи условно говоря Да вот эти индивидуалы Которые опять все разрушили Там и опошлили Ну это уже потом случилось Факт состоит в том Что если мы действительно Зажгем такую идею настоящую Вот как сейчас есть Олимпиада Да И люди в нее как бы верят Хотя там подозревают Что там где-то Может кого-то подкупили Там где-то что-то Как-то все Какие-то махинируются Но тем не менее Сама-то идея она правильная Да Что все люди Как бы могут где-то встретиться На какой-то нейтральной Почве Как бы и не воевать А просто соседаться С друг другом Как бы в спорте Вот надо создать Вот некую такую идею Государство В котором все будет ради человека И тогда на самом деле Нам не надо будет Создать что-то Какие-то вещи Специально Нам просто потянутся И люди И научные люди потянутся К нам все придут И технологии принесут Все Правильно Самое сложное Как это сделать Но я же говорю Мы же говорим о несимметричном ответе Вот несимметричный ответ И вспомните еще раз Америка всегда воевала С Советским Союзом А что ты начинаешь кричать Скажи мне Что с тобой происходит Мы тебя слушаем молча А ты орешь Давай До конца договорим Мы на самом деле Являлись всегда Конкурентом Америки Когда у нас был коммунизм Социализм Как бы его не называли Несмотря на то Что он у нас был кривой Косой и прочее Тем не менее Они понимали Внутром Как бы чувствовали Что это другое Вот именно это Их самый главный противник И вот Кургинян При всем Может быть Иных Иных Высказываний Ну там Нетрезвых Или каких-то там Конъюнктурных Да Но на самом деле У него есть Какое-то зерно Правильно Единственное что нам осталось Для того чтобы Из нынешнего положения Все-таки Как-то поправиться Это вот Попытаться Нашу машинку Если так можно выразить Опять возобновить Потому что именно она Ну только возобновить ее Не в той форме Как она была Когда опять же Наверку сидел Какой-то СССР СССР 2.0 Да? Только СССР 2.0 Как бы обновленный Правильно Он еще быстрее Развалится Ну это вот Нет Понятное дело Что если его строить По тем же шаблонам По которые есть То он развалится А если его строить На основаниях правильных Разумных Понимаешь? Принципиальная идея Построить общественного Да Принципиальная идея Социализм Это слово 2.0 Это не важно Важное слово Именно организовать людей Это понятно Другая идеология Организовать людей Людей Как-то так построить Понимаешь? Строить не машинки Какие-то И которые состоят Из чего-то там А строить людей И когда люди Будут жить счастливы Ну там Когда люди Будут жить В каком-то взаимном Правильном Правильной структуре И взаимной Правильной конфигурации Все остальное Придет Вот просто верится На самом деле Что когда Человек будет чувствовать Что он Занимает какое-то место В обществе Он приносит огромную пользу Он счастлив Его семья Счастлив и прочее Когда он почувствует Что все для человека Мне кажется Такому человеку Будут десятикратные Двадцатикратные усилия Увеличится Он будет просто Ну просто действительно Будет строить Грандиозные вещи И когда вот Первый Об этом показывают Первые пятилетки В нашем СССР Вот первые пятилетки Они действительно там Ну там конечно Энтузиазм Он просто так зашкаливал На самом деле Люди просто действительно Рвали на себе Рожевали животы Ради как бы Будущего На самом деле Ну потом все это Опять же Как у нас умеет Это все превратили По казуху Но тем не менее Первые пятилетки Пока люди верили Да пока верили Что действительно Удастся построить Вот это вот Светлое будущее Люди действительно там Работали на износ И вот мне кажется Что если мы сумеем Такое сделать То это будет вот Нелинейная Удастся Удастся Удастся